Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на своем канале. Благодарность тем, кто остается с нами, кто особенно реагирует, пишет, делится своими мыслями, задает вопросы. Поэтому оставайтесь с нами и дальше. Делитесь ссылкой с друзьями. Сегодня хочется обратиться к тем, которые смотрят мой канал, но не подписан. Это ж не трудно подписаться. Я понимаю, вас заставить нельзя, но все-таки оно какая-то обратная связь была. Несколько слов по поводу рекламы. Мы хотим снять небольшой ролик, чтобы об этом немножко в этом ролике поговорить. Почему сегодня реклама на моем канале появляется. Но вернемся к нашему пособию. Интересное пособие. Мы фактически уже подходим почти к концу в нашем изучении книги «Второзаконие». Сегодня у нас одиннадцатая тема. Сегодня тема будет затравить как бы немножко практики. То есть как вот эти уроки, которые мы на протяжении квартала изучали, в истории, в жизни народа Божия затрагивалась дальше. Само название говорит нам уже о многом. «Книга «Второзаконие» в последующих писаниях». То есть мы посмотрим, как на протяжении веков, в истории, вот эти принципы, которые мы размышляли на протяжении этого квартала, воплощались в жизни, или что они давали людям. Основной стих. «Второзаконие», 10 глава, 15 стих. «Но только отцов твоих принял Господь, и возлюбил их, и избрал вас, семьи их после них, из всех народов, как ныне видишь». Вообще сама тема, которая нам предлагается в этом уроке, является очень интересной. Мы посмотрим сегодня несколько примеров, как вот эти принципы в книге «Второзаконие» были в тот или иной период истории израильского народа более так выпечены или проявлены, продемонстрированы, как они применялись в жизни, и вообще, что это повлекло, когда люди начинали обращать на них внимание. Я хочу подчеркнуть, что сегодня мне понравились очень некоторые такие идеи в комментарии, в комментарии для учителей. Я просто взял некоторые вот эти идеи и немножко их развил. Мне кажется, они и вам понравятся. Я когда рассматривал этот урок, я посмотрел несколько тем, которые в уроке затронуты, причем очень злободневно затронуты. Поэтому сегодня мы посмотрим этот урок немножко необычно. В каком плане? У нас будет схема, мы ее покажем вам. Но читать некоторые вещи мы не будем. Мы просто дадим ссылку, мы откроем эти главы в Библии и немножко по этим главам пробежимся. Эта ссылка будет у вас на экране, чтобы вы могли там или переписать себе, или обратить внимание, потому что это длинные главы. Я считаю, смысла нет их полностью зачитывать. Это время терять, ваше время убирать. Значит, первая идея, которая в уроке прослеживается, и я на нее обратил внимание, это реформы царя Иосия. Вообще, это интересный человек. Библия говорит о том, что Бог настолько благословил правление этого царя, это с 639 по 608 год до нашей эры, которая продолжалась более 30 лет и длилась намного дольше, чем правление его предшественников. И вот когда мы вместе с вами открываем 22 главу, «Четвертое царство», она дается вам в уроке, можете ее открыть для себя, потому что мы ее читать не будем. И мы будем немножко над ней останавливаться, потому что очень интересная глава, хотя она небольшая, там всего 20 стихов. Но что мы можем увидеть в этой главе? Значит, первое, когда я смотрю, этот царь Иосия очень рано был воцарен. Библия говорит 8 лет. То есть это еще юный подросток, он уже стал царем. Мы сейчас немножко коснемся, что за проблема возникла в самом начале его царства. Дальше в этой главе мы видим третий стих. Только через 10 лет своего управления он решает обратить внимание на храм, на его ремонт, на служение в храме. Это с 3 по 7 стих. И вот дальше, когда мы читаем эти отрывки, с 8 по 10 стих, Библия говорит о том, что при ремонте храма была найдена книга закона. Библия говорит о том, что ее принесли царю и начали читать вслух. Вот здесь хотелось бы остановиться и немножко поговорить, что за проблема уже была у этого царя. То есть вот эти стихи, особенно с 8 стиха по 10, мы видим, говорят нам о многом. Во-первых, царь, когда вступал в свою должность, он не выполнил свою обязанность. Некоторые могут сказать, но это же еще подросток, еще ребенок был. Я бы хотел сказать, что это не так просто. Потому что, когда мы поднимаем вопрос, как оно стояло в Израиле в тот момент, история говорит о том, что до 12 лет все еврейские мальчики обязаны были Тору знать наизусть. И вот когда мы говорим о том, что они должны были знать наизусть Тору, то сразу мы видим, что он при воцарении уже не видел, не выполнил своей обязанности. Какой? Потому что, когда мы читаем книгу Второзаконие, даже немножко раньше, Библия говорит о том, что при том, когда он должен был пройти инаугурация, это Второзаконие 17 глава с 14 по 20 стих, он уже был обязан взять вот эту книгу закона, переписать для себя копию и каждый день ее читать. То есть он первое, что не сделал, не выполнил свою обязанность. Ну, можно найти отговорку, что ему об этом не сказали, что предыдущие цари этого не делали, но это отговорка. Вторая проблема, которая сразу же здесь высвечивается. Само служение в храме было настолько запущено, что та книга, которую обязаны были читать на каждом празднике, была не просто забыта, а потеряна. Следующее, что я вижу в этом отрывке, особенно 11 стих, Библия говорит, царь разрывает одежды свои. Вообще, когда мы читаем Библию, она запрещает царям и первосвященникам разрывать свою одежду. Но когда мы видим внимательно, почему он это сделал, скорее всего, можно оправдать этот поступок, потому что, скорее всего, это было очень искреннее сожаление о том, что допустили его предки и он сам. Дальше, с 12 по 14 стих, я смотрю, еще одна идея, очень интересная, которую вот эта глава открывает по поводу царя. Библия говорит о том, что он немедленно пытается понять, как ему, как лидеру, что надо теперь делать. Поэтому Библия говорит, он посылает послов или посыльных, или командирует людей специально к пророчице. Я бы хотел обратить на это внимание. Дело в том, что очень редкие цари в израильском народе вообще обращались к пророкам. Очень редкие. Даже когда собиралось израильский и иудейский царь идти на войну, и один заикался за пророков, другой говорит, не, пророки плохо обо мне говорят. Редко цари обращались к пророкам. Следующая мысль, когда мы читаем с 15 по 17 стих, мы видим еще интересная вещь. Вот это пророчица, кстати, я хочу обратить внимание, Алдама. Некоторые как-то смотрят косо на женщин-пророков, но в Библии их перечисляют. Было много женщин-пророков. И вот эта женщина, Алдама, пророчица, подтверждает, что те принципы, которые царь прочитал из книги «Второзаконие», продолжают работать. Несмотря на то, что книга была потеряна, цари это не читали, и сам царь тоже в нее не вникал, и только сейчас ее обнаружил. И заканчивается интересная вещь. С 18 по 20 стих мы видим, что из-за того, что царь вот так отнесся к этой вести, эта пророчица говорит, такую нотку положительную в эту весть вносит, говорит, скажите царю, это произойдет не при жизни царя. То есть как бы утешило, что он закончит свою жизнь в мире. То есть когда я читаю 22 главу, да, с одной стороны, много ляпсусов царь допустил, но он одумался, он что-то начал делать, вернулся к этому служению в храме, начал реставрацию этого храма, прочитал эту книгу, дошло, и обратился к пророку, пророк принес положительную весть, кажется, можно успокоиться, уже не переживать. Но самое интересное, что начинает делать царь, и вообще о чем это говорит. И вот дальше, 23 глава, мы читаем с 1 по 8, и 21 и 22 стих, мы не будем эти читать стихи, но вот эти стихи очень интересную вещь нам говорят. Смотрите, 3 стих, Библия говорит о том, что царь вместе с народом, то есть не только он сам, а он народ к этому подключил, он начинает обновлять завет с Богом. 4 стих, опять же, такие интересные слова, немедленно повелевает, там что-то делает, то есть они очищают храм Господень от всего, того, что его оскверняло. Мало того, что очищают, они даже сожгли все это. Ну так 4 стих нам говорит. 5 стих, царь отстраняет всех языческих жрецов. Дальше мы читаем 6 стих, выносит статую Астарты, и все, что связано было со служением, выносит вон из храма Господня и сжигает. Сжигает, и даже этот прах развивает. Причем не просто где попало, а на кладбище. То есть он даже пытается и историю осквернить. Дальше мы читаем 7 стих. Он разрушает все то, что было связано напрямую со служением Астарта. А вот это меня поражает. Библия говорит, это происходило в храме Божьем. В храме. И в храме были специальные, будем говорить, комнаты, где совершались оргии, где проститутки совершали религиозные совокупления. И он все это рушит. 8 стих. Библия говорит о том, что он депортирует всех языческих жрецов из Иерусалима и оскверняет вообще все капища и высоты, где совершались эти поклонения. Дальше мы читаем с 21 по 22 стих. Он возвращается к праздникам, но здесь конкретно написано о Пасхе, которые должны совершаться в народе. Вот эти три праздника он восстанавливает, чтобы они продолжали быть. Но здесь конкретно о Пасхе. Причем, когда мы смотрим на 22 стих, Библия говорит о том, что такой Пасхе не было уже несколько столетий, то есть одни судьи. То есть, когда я прочитал вот эти две главы, 21 и 22, вернее 22 и 23, что мы можем узнать за царя Иосия? Смотрите, этот царь, понимая очень серьезную ситуацию, немедленно начинает реформы, которые приводят к духовному возрождению всей страны. Иосия утверждает централизацию поклонения в Иерусалиме. То есть, его реформы простираются уже за пределы Иудеи, то есть, и до земель северного Израиля. Иосия едет на север в Ифиль. Благодаря вот именно вот этой книге второзакония царь Иосия смог посодействовать и духовному единству народа. Вообще, это достижение, которое не удавалось реализовать ни одному царю. И вот здесь, в нашем комментарии, мне понравилась эта мысль, я бы хотел, чтобы после каждого блока задать пару вопросов для размышления и обсуждения. Первый вопрос интересный. Какие методы использовал Иосия для решения проблемы единства, разделившей народ? Я бы хотел, чтобы этот вопрос на основании вот этих двух глав вы разобрали в классе субботней школы. И второй вопрос. Каково было личное отношение Иосии к призову покаяться, которое прозвучало именно из книги закона? Это первая мысль, которая затрагивалась в нашем уроке. Вторая мысль это молитва Неемия. Когда мы открываем девятую главу книги Неемия, мы встречаем интересные вещи. Вообще полностью эту главу желательно дома прочитать. Я понимаю, что может быть в классе субботней школы не будет времени, но учитель обязан вот эти главы прочитать. И вот когда мы читаем внимательно эту девятую главу, то вот первые три стиха, что они нам могут сказать. Они как бы вводят нас вот в эту идею молитвенного вот этой жизни пророка Неемия или мужа веры, молитвенного мужа. И вот что нам говорят первые три стиха. Первое мы видим описание самого длинного богослужения в Библии. Почему я хочу обратить на это внимание? Дело в том, что сегодня мы как-то привыкли. Мы живем по времени. То есть, если мы приходим, мы знаем, если богослужение, допустим, с десяти, сколько у нас там молитвенное служение, сколько у нас субботняя школа, прославление, перерыв, вторая часть и быстрее, быстрее домой. Вы посмотрите внимательно на вот это описание богослужения. Во-первых, это происходит на площади. Нелетная погода. Все стоят на этом собрание. То есть, никаких мягких кресел откидных, ковров. Библия говорит, они стоят. Три часа читается Слово Божие. Причем, читается весьма интересно. Читается текст, сразу же объяснение, сразу же приводят какие-то личные опыты, примеры, чтобы до людей это дошло. Три часа молитвы. То есть, шесть часов богослужения. И люди стоят, и люди вникают, людей это трогают. Они настроены. То есть, есть интересный момент, как мы относимся к богослужению. Второе, что меня в этих первых трех стихах затронуло. Смотрите, что интересно. Вот как реформы Иосии, реформы неемии, вызваны именно в результате чтения Слова Божия. Потому что Библия говорит, они читают из книги закона. То есть, мы видим, вот эта книга второзакония прослеживается и в этой истории. И вот самое интересное, что вот в этом духовном контексте появляется необходимость покаяния. И вот это особое собрание, вот этот пост происходил, если мы почитаем контекст, он происходил именно в период Дня Искупления. То есть, сразу же за ним следует праздник Кущей, включая и восьмой день праздника. Это двадцать третий день, подчеркнуто. Вот именно в этот день предписывалось собираться для завершения праздника. Ну так мы читаем Левит 23.39 И дальше Библия говорит после третьего стиха Ниемия начинает совершать публичную молитву. И вот хочется задать вопрос, о чем молился Ниемия перед всем народом? И вот когда мы теперь смотрим внимательно на девятую главу, это с шестого стиха и почти до конца, до тридцать восьмого стиха. Библия говорит вот эту молитву, длинная молитва, я бы хотел вместе с вами сделать обзор этой молитвы. То есть что мы видим? Пятый стих, интересный текст, он, вот эта молитва начинается с благословления и обращения к Творцу. Оно как бы нас перенаправляет во второзаконие 6.4, чье имя выше всякого словословия. Дальше смотрим шестой стих. Он упоминает Бога, который сотворил небеса небес. Очень интересное выражение. То есть оно как бы в превосходной степени обозначает где живет Бог, кому поклоняются небесные воинства. Опять же перенаправление второзакония 10.14. Дальше что мы видим? Молитва продолжается напоминанием о завете, об основной такой теме второзакония, обо всем, что делал Бог для Израиля, как Он заботился о них в течение 40 лет, скитаний по пустыне. Это 21 стих мы видим и второзаконие 2.7. Вот такие вот как бы аллюзии, когда мы читаем об этой молитве. Дальше мы видим 35 стих он говорит о том, что народ не раскаялся в своих злых делах. 28 глава второзакония с 45 по 47 опять же эту проблему описывает. Дальше когда мы читаем с 35 по 37 стих Ниемя сожалеет, что теперь народ Божий пожинает те плоды своего непослушания в прошлом. То есть находится под проклятием того завета. Это второзаконие 28 глава 47 и 48 стих. И последний стих Ниемя завершает свою молитву последней мыслью о тайне завета. И хотелось бы опять задать пару вопросов по вот этой девятой главе. Интересные вопросы. Почему обитель Бога названа небесами небес? Почему не просто небо? Почему не просто святилище? Это интересный вопрос. И второй вопрос. Почему Ниемя начинает с упоминания о Боге Творце и поклонении ему небесных войск? То есть понимаете как бы такой интересный намек. если там поклоняются Богом Богу что происходит здесь? Следующая глава или мысль о которой мы сегодня поговорим это молитва Даниила. Это девятая глава Даниила можно ее полностью прочитать но я бы хотел остановиться на некоторых моментах. Значит вместе хотелось бы с вами прочитать второй и третий стишок. Второй и третий стишок. Интересные слова. В первый год царствования его я Даниил сообразил по книгам число лета которым было слово Господне к Иеремии пророку что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима и обратил я лицо моё к Господу Богу с молитвой и молением в посте и в ретище и пепле. Вроде мы не читаем ничего за второзаконие. Ничего. У нас же тема второзаконие в остальных книгах Библии. Но не спешите так говорить. Библия говорит о том, что он читает пророчество Иеремии. То есть он прочитал пророчество из 25 главы Иеремии с 11 по 14 стих. И когда он прочитал это пророчество Даниил понял, что вот это время исполнения пророчеств подошло к концу. И размышляя об этом пророчестве как раз Даниил начал пересматривать причины, которые повлекли к вот этому пророчеству. И вот когда мы дальше начиная с 4 стиха по 19 смотрим на эту молитву, то о чем она нам говорит. Четвертый стих. Даниил напрямую обращается к личному Богу. Дальше, когда я смотрю с 5 по 11 стих, Даниил начинает исповедоваться, то есть начинается описание его исповеди. Дальше, с 5 по 13 стих, вот, а вот это уже начинается интересно. С 5 по 13 стих Даниил четко ссылается на то, что все виноваты в неправильном выборе в свое время, и теперь они вынуждены просто пожинать последствия своего выбора в прошлом. То есть он опять апеллирует к второзаконию 28 главе. Это с 15 по 68 стих. И вот самое интересное, когда я читаю эту молитву, я смотрю, сколько раз Даниил апеллирует к милосердию Бога. 4, 9, 18 стих. То есть никаких поступков, нечем оправдаться, ни на что нельзя сослаться, он просит, пожалуйста, ты, Боже, милосердный. И вот в этой молитве Даниил несколько раз проводит контраст. Между действиями Бога, он говорит, они праведные и поступками людей, беззаконные, нечестивые, упорные, злые. И вот после этой главы хотелось бы снова задать парочку вопросов, чтобы немножко поразмышлять, обсудить, может быть, в классе. Вы можете все эти конспекты взять на сайте свиток.исо. Заходите туда, скачивайте, но я бы хотел, чтобы вы могли писать комментарии, задавать вопросы, может быть, мы что еще там напишем в ответ на ваши комментарии. Значит, два вопроса, которые я хотел бы задать сейчас после этой молитвы Даниила. Вот когда мы встречаемся с коллективными последствиями выбора общества в прошлом, то есть не важно где это, в обществе или в церкви конкретной поместной, вопрос, мы себя причисляем к этому числу или как-то обособляем от других? И второй вопрос. Когда мы используем молитвы исповедь, мы четко понимаем причины и следствия того или иного события в нашей жизни или жизни общества. И еще одна история, которая приводится у нас в уроке, это религия Михея. Вообще название интересное, религия Михея. Это шестая глава книги пророка Михея. Она небольшая, там 16 стихов. Я бы хотел, чтобы мы немножко посмотрели на религию Михея более внимательно. Это очень ярко выражено именно в этой главе. Вот когда я внимательно смотрю на эту шестую главу, вообще что глава, вот эта шестая, говорит нам о религии пророка. вот эти первые 16 стихов, ну вообще это шестая глава, она говорит очень интересные вещи. Раз мы затронули вопрос религии или вероубеждений или доктрин, то интересная вещь вот так сразу всплывает. Вот смотрите, если взять доктрины церкви, то из 28 доктрин на сегодняшний день нашей церкви, вот в этой главе я не нашел только 4, только 4, вот в 16 стихах я не нашел в этой главе доктрины о природе человека, я не нашел доктрины жизни, смерти и воскресения Христа, я не нашел доктрины о крещении и о вечере, но все остальные 24 доктрины в той или иной степени они присутствуют, не зря назвали религия пророка, религия Михея, это очень интересный момент, дома можете вот так покопаться, это будет положительно даже для вас, второе, когда я смотрю на эту главу, мы говорим о религии, религия, которую здесь открывает пророк Михей, в первую очередь направлена не на дела, вот смотрите, как только затрагивается вопрос религии, ну православный сразу, иконы, свечки в храм, если взять адвентистов, закон, питание, десятина и пошли, мы начинаем загинать пальцы, эта глава говорит о том, что религия это не дела, это не реестр каких-то поступков или законов, он говорит, религия это отношения, причем как по вертикали, так и по горизонтали, и пророк прямо в этой главе говорит о том, что именно из-за того, что вот эти отношения с Богом были разорваны, они повлекли такие отношения и с людьми, то есть когда я внимательно смотрю на эту главу, фактически вот эта весть, вот эта глава шестая, она прямо кричит о неотлагательности перемен, причем что интересно, когда я смотрю на эту главу, если и после этого призыва люди не сделают правильный выбор, то последствия будут ужасные, причем это не угроза, это желание Бога и пророка спасти людей, и в принципе, если люди одумаются, пророк перечисляет в этой главе огромное количество благословений, которые люди могут получить, если они послушают со стороны Бога. Ну что интересно, вот подобно Моисею, Михей начинает с такого же вопроса призыва, второзаконие 10.12 и Михея 6.8 начинается один и тот же призыв. Чего требует от тебя Господь? Вообще это самый сильный вопрос или самая большая проблема, которая напрямую связана с религией. То есть фактически вот этим вопросом Михей задает, говорит, как люди могут приблизиться к Богу? Вообще как оправдать его ожидания? Вообще когда я смотрю на евреев того времени, традиционный ответ был бы каким? жертвы, драгоценные приношения, добрые дела для Бога. Но ответ Михея, так же как и ответ Моисея, заключается не в приношении Богу. Он говорит, любить дела милосердия, правильно относиться к нуждающим. То есть в своих словах Михей вторит в второзаконие. И вот эта фраза, которую мы в этой главе встречаем, действовать справедливо. И ключевое слово любить, они являются общими. Михей не говорит, что жертвы и приношения не нужно, он лишь подчеркивает, что религиозные действия без вот этих отношений с Богом и ближними бесполезны. И это проблема, которую не только Михей поднимает. Вы посмотрите, в Нагорной проповеди Христос говорит, если ты принес жертву, а отношения с кем-то нарушены, не надо жертвы. И опять пару вопросов для размышления. Интересно, когда я смотрю на эту главу, вот согласно примерам Иосии, Ниеме, Даниила, вообще с чего начинается покаяние? Вот можно обсудить это в классе субботней школы. И второй вопрос, почему были нужны советы пророков для того, чтобы народ покаялся и вновь стал благословляем Богом? Ну посмотрите, такие пророки, как Моисей, Алдама, Иеремия, почему они нужны? Задумайтесь, это касается и нас сегодня. В конце того урока, как я его вижу, я бы хотел немножко несколько мыслей таких. Вот представьте себя, вот вы очутились на месте, неважно кого там, Ниеме, Иосия, Даниила, Михея, вот представьте, вот вы очутились вот на месте этого героя. Вы очень сильно переживаете, когда видите вот это состояние, которое происходит в церкви. Мы говорим за общество, как церковь. И вот если бы вы были на месте этого героя, неважно, пророка, царя, как бы вы поступили? Это очень интересные вопросы. То есть, о чем хотелось бы задать? Вот как мы сейчас, сегодня должны реагировать на жизнь в вашей церкви, когда она не соответствует тому, о чем говорит Библия? Я бы хотел еще глубже поставить вопрос, а какие лучшие пути к началу преобразования? Вообще, когда мы смотрим вот эти четыре примера, какие принципы можно извлечь из вот этих примеров, чтобы применить сегодня вот в вашей ситуации? это первый вариант, как я вижу вот этот урок. Интересный урок. Конспект есть на сайте, заходите, качайте, пользуйтесь, делитесь. Давайте перейдем к тому уроку, который, или к тем вопросам, которые предлагаются в нашем пособии. Давайте возьмем это пособие, тут специально есть, где можно что-то записать, мы не будем опять прочитывать там что-то, переходим сразу к дням и к тем вопросам, которые нам задаются. Значит, воскресенье, книга закона, и нам дается задание прочитать четвертую царств двадцать вторую главу. Мы ее тоже не читали, мы о ней говорили. Стоит вопрос, какую удивительную находку обнаружил первосвященник Хелкия в доме Господнем? Ну, тут подсказывает восьмой стих. Ну, просто книгу закона. И второй вопрос, можете сразу себе записать там. Второй вопрос, как вы думаете, почему царь Иосия разодрал одежды своей после прочтения этой книги? Вообще, когда мы внимательно прочитаем книгу Второзакония, вот об этом именно, и когда он прочитал то, что Бог тогда предлагал, дело в том, что в этой книге Второзакония было четко прописано выбор, который Бог предлагал человечеству. Были расписаны очень четко все последствия каждого выбора. В этой книге четко было показано, что у человека склонность больше выбирать путь противления Богу. И там было четко написано, насколько это усугубляется, вот эта вся проблема, если люди противятся Богу. Когда он это все читал, он читал еще интересную вещь, что вообще все эти, как Бог предлагает выбор, последствия описывает, какие будут результаты, заканчивается всегда, это не только Второзаконие, Левит мы можем читать, и числа. Самое интересное, что заканчивается тем, что всегда Бог дает возможность человеку остановиться и вернуться. И самое интересное, что Бог в любой ситуации может вернуть народ в статус скво, то есть как бы перезагрузиться, начать опять по-новому, то есть возвратить в исходное состояние. Дальше в нашем пособии предлагается обратить внимание на несколько стихов еще. они будут на экране. Вот смотрите. Четвертая царств, 23 глава. Давайте все-таки мы прочитаем этот отрывок. Четвертая царств, и дается задание. Перечислите преобразование в жизни царя и жизни народа, которое произвело чтение книги закона. Об этом отрывке мы говорили, мы их сейчас не будем прочитывать, но мы попробуем ответить на этот вопрос. Значит, третий стих. Библия говорит, они перезаключили завет с Богом. Ну, можно сказать, обновили. Они очистили храм Господин от всего, что его скверняло. Он отставил всех языческих жрецов, которые служили не Богу. Он вынес, сжег и развеял пепел вот этой статуи Астарта. Он вообще все разрушил, что там было. Он вернулся к праздникам, которые должны были совершаться. То есть, мы эти вещи уже в первом варианте немножко затрагивали. Поэтому, мы не будем дальше останавливаться на этом. и вопрос стоит, что нам нужно очистить и истребить в нашей жизни, в нашей семье, в церкви, чтобы по-настоящему служить Господу от всего сердца и от всей души. Я бы хотел, чтобы как раз после этих размышлений в классе можно было в субботней школе это все дело разобрать. Понедельник. Небеса небес. Нам дается задание прочитать Таразаконие 10 глава. 12-15 стих. Давайте вместе прочитаем этот отрывок. 12 стих. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Только того, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями его, любил его, служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей. 13-14 стих. Чтобы соблюдал заповеди Господа, постановление его, которое сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. И 15 стих. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их и избрал вас и семья их после них и всех народов как ныне видишь. То есть это наш памятный стих. И вот здесь подчеркнута значительная часть данной концепции избранного закона и избранного статуса Израиля. И вот задается вопрос, что Библия подразумевает под словами небеса небес? Я когда размышлял над этим вопросом, интересный вопрос, фактически вот этим выражением Бог хотел подчеркнуть несколько идей. Вот это все небесное воинство, солнце, луна, звезды, они сотворены Богом. То есть они не могут быть объектом поклонения. То есть есть тот, кому подчиняются и эти небесные тела. То есть фактически вот этим выражением пророк как бы хотел показать, или Бог через Моисея хотел бы показать одну вещь, что Бог стоит как над космосом, так и над землей. Еще один вопрос. На что обращает внимание Моисей этими словами? То есть в этих словах мы видим, что Бог обращает внимание на Творца, потому что только Он достоин поклонения. Снова опять прочитайте следующие стихи, в которых используются слова небеса небес, о чем идет речь каждому из них и каково влияние на них оказала книга Второзакония. Ну давайте прочитаем. Первый отрывок, который нам дается Третье Царств 8 27. Интересный отрывок. Поистине Богу лежит на земле, небо и небо небес не умещают тебя. Тем менее сей храм, который я построил. То есть вот этот текст говорит о том, что Творца нельзя втиснуть в какой-то объем храм истукан или икону. Следующий отрывок Нееме 9.6 Ты Господи един. Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все что на ней, моря и все что в них. Ты живишь все сие и небесные воинства тебе поклоняются. То есть Нееме говорит о том, что Бог не только Творец. Потому что сегодня есть такое представление. Да, Бог есть. Он создал вот так вот, дал толчок, а теперь просто сидит и все. Нет. Нееме говорит, он еще и живитель всего. То есть он дает жизнь, поддерживает всего вот это сотворенного им. 148-й Псалтырь, четвертый текст. Хвалите его небеса небес и воды, которые превыше небес. То есть Бог с нашей стороны ожидает только признательности всего этого, то есть элементарной благодарности. Заканчивается понедельник такими, как бы итог такой подводится. Бог сотворил не только землю на и небеса небес. А если подумать, что этот же Бог пошел на крест, почему поклонение является столь подходящим откликом на то, что сделал для нас Бог? Ну, опять же, это можно обсудить, поговорить, поднять этот вопрос в классе субботней школы. Второзаконие книги Иеремия. Это тема за вторник. И у нас дается задание прочитать второзаконие четвертую главу. Тут с 23 по 29 стих. Ну, давайте прочитаем. Берегись, чтобы не забыть вам завета Господа Бога ваша, который Он поставил с вами, чтобы не делать себе кумира, изображающий что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой. Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог ревнитель. Если же родятся у тебя сыны, и сыны у сынов твоих, и долго жив на земле, вы развратитесь и сделаете извояние, изображающее что-либо, сделаете злость перед очами Господа, Бога вашего, и раздражите его, то свидетельствую вам сегодня небом и землей, что скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите за Иордан, не пробудете много времени на ней, но погибнете. То свидетельствую вам, и 27 стих, и рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, которым отведет вас Господь. И будете там служить Богам, сделанных руками человеческими из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят, и не обоняют. И 29 стих, но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим, и всею душою твоею. Какой контекст это обещание данное Израилю, и какое отношение оно может иметь к нам сегодня. Смотрите, что интересно, когда мы смотрим на этот отрывок, всегда перед людьми стоял вопрос выбора, кому служить и кому поклоняться. И смотрите, что интересно, если люди выбирали путь бегства от Бога и противления Ему, то они всегда встречали и последствия этого выбора. И если до людей доходили уроки своего непослушания, Библия говорит, Бог готов их прощать, принимать, эта схема работает всегда. То есть вот те принципы, которые заложены еще во Второзаконе, они остаются во все века и сегодня. Следующий отрывок, который нам предлагается, это из книги пророка Иеремии. Иеремия, 7 глава, 1-7 стихов. Давайте прочитаем этот отрывок. Слово, которое было к Иеремии от Господа, стань во врата дома Господня, провозгласи там слово сие и скажи, слушайте слово Господня, все иудеи, входящие семи вратами на поклонение Господу. Так говорит Господь Бог Израилю, исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на всем месте. Не надейтесь на обманчивые слова, здесь храм Господен, храм Господен, храм Господен. Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы и проливать невинной крови на месте сём, и не пойдете вслед иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте сём, на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов. Каким реформам Иеремия призывает народ? То есть в самом начале мы видим, Бог хочет, чтобы они наладили отношения, как по вертикали с Богом, так и по горизонтали, вот эти социальные отношения. Причём Библия говорит о том, что Бог хочет, чтобы это произошло на деле, от сердца. И Бог готов отменить все последствия за их неправильный выбор в прошлом. Следующая заканчивается эта мысль в этот, после этих текстов, вспомните из прошлых уроков о параллелях данной вести Иеремии с подобными призывами в книге Второзакония. Кстати, вот здесь как раз вы можете немножко попробовать с людьми поработать. То есть пускай люди попробуют некоторые ссылки из Торы, где есть похожие призывы, вот сюда записать или вспомнить. Я хотел бы несколько подсказок дать. Можете себе сразу записать. Это Левит 26 глава. Внимательно дома ее прочитайте. Это Второзаконие с 27 по 30 главы. Ну, может, еще какие-то мысли придут к вам или что-то вы поднимите в классе. Поговорите, потому что это интересная вещь, как бы на практике вспомнить, что мы проходили за этот квартал. Дальше нам предлагается прочесть Иеремии 4 4 и сравнить со Второзаконие 36. Ну, давайте прочитаем сначала Иеремии 4 4. Интересные слова. Обрежьте себя для Господа. Снимите крайнюю плоть сердце сердце ваше мужи Иуда и жителей Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся как огонь и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. И в Второзаконии 30 глава 6 стих И обрежет Господь Бог твое сердце твое и сердце потомства твого, чтобы ты любил Господа Бога твого от всего сердца твого от всей души твоей, дабы жить тебе. Какая весть содержится здесь для народа? Вот эти оба текста открывают интересные идеи. То есть фактически и Иеремия и Моисей во Второзаконии говорит о том, что есть возможность кардинально измениться. Но Библия говорит о том, что человек сам этого сделать не может. Именно Второзаконие подчеркивает эту идею, что именно Бог готов этот процесс взять в свои руки. То есть Он может взять секатор и что-то купировать. Но со стороны человека ожидается разрешение, чтобы Бог это сделал. И Бог может поменять характер человека полностью. Как этот принцип в равной степени применим к Божьему народу сегодня. Ну что можно сказать? Этот принцип работает всегда и сегодня в том числе. Среда. Чего требует Господь? То есть сразу намек на Михея 6 главу. Когда мы смотрим на эту главу, мы о ней уже много говорили. И вот стоит вопрос. Каковы требования воли Божьей согласно этим словам пророка Михея? Когда вы внимательно откроете эту главу, она короткая. Михей говорит о том, что самое первое. Он говорит, пожалуйста, признайте Бога своим Господом. Что это значит? Это не просто в молитве Господи. Само слово Господи говорит о том, что человек склоняется перед Богом как господином своей жизни, причем во всем. Второе. Михей просит, пожалуйста, признайте то, что Бог сделал, что это только добро и благо в любой ситуации. Третье. Он говорит, пожалуйста, признайте, что любая обрядность Богу противно по своей сути. Вот здесь, кстати, вы можете себе в скобочках там где-то записать Исаия первую главу. Интересная глава, где пророк говорит, что я ненавижу, он слова Бога передает, ненавижу, когда вы в церковь ходите, когда вы в субботу приходите на богослужение, приносите жертвы, и т.д. и т.п., молитесь, все такое. Ненавижу, если это обрядность. Дальше пророк Михея говорит, пожалуйста, попробуйте начать смиренно ходить каждый день с Богом. То есть, он зовет к этим личным опытам, и, пожалуйста, он говорит, свои убеждения или религию выражайте в правильных отношениях с ближними, то есть, по горизонтали. Дальше наш урок предлагает провести параллель прочитанного отрывка с Тарозаконией 10 главы 12-13 стих. Давайте прочитаем Тарозаконие. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Только того, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями его, любил его, служил Господу Богу твоему, от всего сердца твоего, от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа, постановление его, которое сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Когда я читаю вот этот отрывок и второзаконие, знаете, как говорят на телевидении, без комментариев. То есть все эти идеи одинаковые, что у Михея, что у Моисея, ну, как под копирку списаны. Четверг, молитва Даниила, ну, это по девятой главе. То есть первые девятнадцать стихов четко, полностью описывают молитву. И у нас стоит вопрос. Какие темы, связанные с книгой второзакония, вы можете найти в этом отрывке? Если вы дома внимательно прочитаете и вникнете, вот, смотря на этот вопрос, смотрите, перед человеком всегда был выбор. Даниил говорит, люди сделали неправильный выбор, причем всем агулом, это и цари, и священники, и каждый человек лично. Третье, были условия поменять ситуацию. Дальше, когда человек начинает все это понимать, только тогда что-то начинает меняться. То есть вот здесь человек приходит в себя. помните, как блудный сын. И начинает, когда он приходит в себя, начинает каяться, думать об изменении, причем не только ситуации, но и своего поведения. И только после этого человек восстанавливает отношения с Богом. Но вот в этой молитве мы видим и молится, и постится, и просит, и все прочее. Дальше эта молитва говорит, человек апеллирует к милосердию Божьему. И дальше он может полагаться только на Бога. Потому что только Бог может вернуть человека в статус кво. И дальше, когда мы смотрим, интересно, здесь, после, в этой главе девятой, пророчества об Иисусе и его смерти на кресте. Зачем в этой молитве приводится это пророчество? Давайте прочитаем вообще это пророчество. Семьдесят седмин, ну, в нашей синодальной написано определены, вообще они отрезаны в оригинале написано, для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, заглажены беззакония, чтобы приведена была правда вечная, запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени как выйдет повеление восстановления Иерусалима, кстати, их четыре было, до Христа владыки семь седмины, шестьдесят две седмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. По истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будет опустошение. И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя. И стоит вопрос, почему это пророчество было дано Даниилу и всем нам в контексте пленения Израиля и обетования о возвращении. Дело в том, что все вот эти события в истории нашей земли всегда следует рассматривать именно с позиции святилища. То есть без вот этой перспективы или проекции у нас все будет слишком узко понято. То есть мы как бы зашориваем себя, не видя всей картины в целом. И сам фрагмент истории израильского народа, вот это пленение, просто как один из штрихов, он был напрямую связан со святилищем и планом спасения. Когда я смотрю внимательно на вот эту последнюю главу Михея, вернее вот эту историю с Михеем, шестая глава, я смотрю интересную вещь. Это один из самых великих отрывков Ветхого Завета, потому что мы уже подчеркнули 24 доктрины вот в этой короткой главе. Вот этот отрывок, он как и Амоса 5.24, Иосии 6.6, они олицетворяют весть пророков 8 века. Вот этот отрывок начинается с прекрасного примера судебного иска по Завету, в котором пророк призывает народ выслушать обвинения, которые Бог выдвигает против них. Горы и холмы это свидетели, потому что они существуют уже давно и видели, как Бог обращался к Израилям. И вместо того, чтобы напрямую обвинять Израиль в нарушении Завета, Бог спрашивает Израиль, есть ли у народа какие-либо обвинения против него? Он говорит, что я сделал тебе? Чем я тебя отягощал? И вот перед лицом вот этих возможностей быстро разбогатеть некоторые земледельцы могли впасть в уныние, соблюдая законы Завета. И это привело к такому состоянию. Интересный урок. Очень много для нас можно взять уроков, выводов для себя. И вот сегодня наша тема называлась «Книга второзакония в писаниях других». То есть как оно прослеживается на основании Библии. Я бы хотел, чтобы вы в классе попробовали немножко ширше посмотреть на эту ситуацию. А как книга второзакония затрагивает нас, нашу церковь, общество, время, в которое мы живем. Понимаете, мы очень часто наступаем на те же самые грабли. Я благодарен за то, что вы были с нами, за то, что мы имели эту возможность этот урок разобрать. Прощаюсь с вами до следующего понедельника. Пожалуйста, пишите, задавайте вопросы, ставьте лайки, делитесь ссылкой. До следующей встречи.